Здравствуйте, друзья и гости канала. С вами Элеонора, гид в Праге. Приглашаю вас прогуляться по залам музея фарфоровой фабрики в городе Мейсон. Мейсонская фарфоровая фабрика была основана в Саксонии в 1710 году и является старейшей в Европе, одной из самых знаменитых в мире. Ее продукция ценится за высочайшее качество и великолепный дизайн. В музее представлены изделия разных эпох и стилей, от классических до современных, которые иллюстрируют богатую историю фабрики. Каждое изделие из мейсонского фарфора – это произведение искусства, созданное вручную с огромным вниманием к деталям. Фарфоровые статуэтки, вазы, посуда – все это является настоящими шедеврами. Одной из главных особенностей мейсонского фарфора является роспись изделий. Мастера фабрики передают свои знания и навыки с поколения в поколение, сохраняя традиции и инновации одновременно. Немного об истории фабрики. Одним из первых и самых знаменитых мастеров был Иоганн Фридрих Бёдгер. Бёдгер был алхимиком и первым европейцем, которому удалось создать твердый фарфор, сравнимый по качеству с китайским. Его исследования и упорства заложили основу для успеха мейсонской фабрики. Следующим важным мастером был Иоганн Григориус Хёральд, который присоединился к фабрике в 1720 году. Хёральд прославился своими инновациями в области росписи фарфора. В то время, как большинство европейских мастерских использовали ограниченную палитру, Хёральд разработал новые методы и цвета, включая знаменитый мейсонский голубой и зеленый. Легенда гласит, что Хёральд проводил ночью без сна, экспериментируя с химическими формулами для получения идеальных оттенков. Его работы привнесли в мейсонский фарфор богатство и яркость, которые до сих пор поражают коллекционеров. Иоганн Иохин Кендлер, присоединившийся к фабрике в 1731 году, считается одним из величайших скульпторов мейсонского фарфора. Он создал изящные фигурки людей, животных и мифических существ, которые стали визитной карточкой Мейсона. Одна из интересных историй связана с созданием сервиза для короля Августа III. Кендлер и его команда работали над проектом несколько лет, создавая более тысячи предметов с невероятной детализацией и художественной выразительностью. Этот сервиз считается одним из величайших достижений фарфорового искусства. Мейсонский фарфорового искусства Ваза флора украшена цветами, виноградной лозой, ящерками, птицами, жуками и бабочками в натуральную величину. А наверху во всем великолепии выседает сама флора. Субтитры создавал DimaTorzok Андреевский сервиз был преподнесен в 1745 году курфюрстом Саксонии королем Польши Августом III в дар русской императрице Елизавете Петровне. Субтитры создавал DimaTorzok Луковичный рисунок Это знаменитый фирменный декор мейсонской мануфактуры. Сама методика под глазурной росписи с использованием кобальтового красителя была разработана еще на заре основания фабрики. Ярко-синий цвет на белом фарфоре этот краситель давал уже после обжига. А сам мотив росписи с использованием экзотических фруктов, персиков, гранатов, а также цветов лотоса, хризантемы и пионов придумал в 1729 году Иоганн Давид Кретшмар под влиянием китайских мотивов. Декор получил название луковичный, хотя к луку на самом деле он никакого отношения не имел. Просто гранат на рисунках Кретшмара, никогда не видевшего этот фрукт вживую, больше был похож на лук. Эта ваза называется «Четыре стихии огонь». Аллегорические изображения стихий были весьма популярны в XVIII веке. Правители хотели видеть себя в роли любимцев или даже покорителей стихий. Саксонский курфюрст Фридрих Август III поручил Иоганну Ахиму Кендлеру в 1741 году разработать комплекс больших ваз с изображением четырех стихий. Вазы «Огонь, вода, земля и воздух» были представлены французскому королю Людовику XV в знак признания его хороших отношений с Саксонией. Авторы этих прекрасных миниатюр – Юлиус Конрад Хенштель. Фигурки детей были созданы в начале XX века и стали поворотным моментом в малой скульптуре Мэйсона. Полюбуйтесь, как мило, фигурка ребенок с собакой передает, в общем-то, обычную повседневную сцену. Портной графа Брюля Граф Брюль был министром саксонского курфюрста и управляющим Мэйсонской мануфактуры во II-III-XVIII века. А еще он очень любил наряжаться. Своего портного возвышал и всячески баловал. По легенде, однажды зазнавшийся портной выразил желание попасть ни много ни мало на королевский обед. Брюль выполнил его просьбу, но весьма своеобразно. Он заказал скульптору Кендлеру статуэтку портного. Именно она и украсила королевский обед. Дабы подковырнуть зазнавшегося простолюдина, портного изобразили в карикатурной манере, имитирующей парадные придворные и королевские портреты. Только вместо породистого скукунария местленник выседает на козле. Комедия «Дель арте» или комедия «Масок». Импровизированный уличный театр итальянского возрождения, возникший в середине XVI века. Мастера немецкой фарфоровой мануфактуры Мэйсон еще со времен скульптора Кендлера были неравнодушны к тематике итальянского уличного театра. А в 20-м столетии на фабрике Мэйсон появился новый молодой художник Пауль Шойрих. Нередко его называли вторым Кендлером. В 1910 году в Берлине проходили гастроли нашумевшего уже тогда дягилевского русского балета с постановкой Михаила Фокина на музыку Шумана «Карнавал» по мотивам комедии «Дель арте». В 1913 году Пауль Шойрих создает пять фигур итальянских комедийных героев. Эта коллекция стала одной из узнаваемых серий фигур молодого скульптора под названием «Русский балет». Фигуры Шойриха смогли завоевать огромное внимание зрителей и коллекционеров. На то время они стали самыми продаваемыми на фабрике Мэйсон. Оркестр обезьян состоит из 21 фигуры в стиле барокко. Оркестр был создан в 1753 году скульптором Кендлером. Одним из первых самых известных покупателей обезьянного оркестра была фаворитка французского короля Людовика XV Мадам Пампадур. А вообще считается, что обезьяны были карикатурным изображением оркестра, склонного к расточительной роскоши графа Генриха фон Брюля. Полюбуйтесь на это великолепное оформление посуды. Декор был придуман Кендлером и представляет собой миниатюрные цветы калина сорта «Снежный ком» или «Бульденеш». Бесчисленные белые соцветия покрывают абсолютно всю поверхность чайника, словно оплетая его своими цветами и ветвями. Даже знаменитый король Пруссии Фридрих Великий не мог удержаться перед очарованием нежнейших лепестков. В 1760 году он заказал изготовление сразу шести ваз с декором «Бульденеш». Увлечение собачками породы мопс в середине XVIII века отражается и в работах мейсонской мануфактуры. Маленькие мопсики присутствуют во многих композициях. Курфюрст Саксония Август Сильный в знак любви и восхищения преподнес фарфорового мопса своей любовнице графине Козель. Интересно, что эта собачка стала символом масонского ордена. Он так и назывался – Орден Мопса. Кендлер создал множество фигурок мопсов для членов ордена. Выполненные мастером фарфоровые фигурки мопсов воспринимались ими как знак особого расположения, доверия и дружбы. Одним из самых важных покровителей масонов был сам Август Сильный. Он часто одаривал членов ордена изображениями мопсов. Одним из самых важных покровителей масонов был сам Август Сильный. Он часто одаривал членов ордена изображениями мопсов. Это могли быть и фарфоровые скульптурные композиции с масонскими атрибутами. Например, фартук, перчатки, молоток, циркуль. Но обязательно на коленях дамы или у ног мужчины сидел мопс. Кстати, не только мужчины, но и дамы могли быть членами ордена. Вы не поверите, но на церемонии вступления в орден было необходимо поцеловать фарфорового мопса под хвост, что служило выражением беззаветной преданности. Ох уж эти нравы! Всех, кто приходит в музей, встречает и провожает статуя Саксония высотой 1,80 метра и весом 800 килограммов. Она считается самой большой скульптурой из фарфора в мире. В 2014 году ее смоделировал Йорк Даниэльчи, главный скульптор и руководитель художественного отдела на мануфактуре. Платье Саксонии украшают 8 тысяч фарфоровых цветов калины сорта Бульденеш. Во дворе фабрики были накрыты столики. Можно было перекусить, детям порезвиться. Кстати, в музее можно не только любоваться фарфоровыми шедеврами. Ведь хочется же их и потрогать, вот такая возможность есть. А так я чувствовала себя уже на выходе из музея. Уезжаем, чтобы непременно еще раз сюда вернуться. Спасибо за просмотр! Надеюсь, вам было интересно прогуляться со мной по музею. Возможно, что вы даже напишите мне комментарий и поставите лайк. Буду счастлива, если поделитесь этим видео с такими же, как мы, любителями прекрасных творений рук человеческих. Всем мира и добра! И до новых встреч в новых видео! А можете и старые посмотреть, тоже есть интересные. Всем пока!